9 августа 1986 года южнее Воронежа был обнаружен неопознанный летающий объект. Военный летчик полковник Копейкин немедленно вылетел на своем истребителю на перехват. Задача попытаться зафиксировать параметры неопознанного летающего объекта. По словам летчика, он довольно быстро догнал объект, но тут началось нечто невероятное. Каким-то образом на меня воздействовало, поскольку я был как кролик. Понимаете, у меня настолько было, у меня не страх был, ничто, это что-то необъяснимое. Я был подавлен, я был как робот. Я так вот смотрел на него, не мигая, значит, пилотировал самолет. Но если бы он в землю направился бы сам, вместе со мной, я бы так в землю и вошел бы наверняка, потому что у меня не было ни силы, ни воли. Я даже, я соображал, разумно я работал, что я должен доложить хотя бы. Так вот, для того, чтобы нажать кнопку передатчика, вы знаете, у меня пот с меня тек. Словно я 100 килограммовую штангу где-то поднимал, тащил ее куда-то в гору. Это только просто, чтобы шевельнуть пальцем. Неимоверными усилиями летчику все же удалось вывести самолет из аномальной зоны и вернуться на аэродром. После его доклада в полк была доставлена самая современная аппаратура для того, чтобы попытаться зафиксировать странный объект. Долго ждать не пришлось. Буквально через несколько дней НЛО появилось снова и его удалось зафиксировать. Результат превзошел все ожидания. Обнаруженное НЛО, судя по параметрам, представляло собой плазменное образование. Но самое главное, внутри его было обнаружено чужеродное тело. Объяснения этому факту не было. Тогда была выдвинута версия. Этим телом мог быть летательный аппарат, а плазма – это оболочка искусственного происхождения. Именно такая оболочка дает летательному аппарату поистине сверхъестественную скорость и маневренность, являясь одновременно идеальной защитой. Так вот, как устроен инопланетный корабль, если это, конечно, был он. Версия повлекла за собой новые вопросы. Дело в том, что все предыдущие научные изыскания отрицали возможность существования плазмы в земной атмосфере. Я, например, сам был в институте физики, институт радиотехники и радиоэлектроники Академии наук СССР, который возглавлял в то время академик Котельников Владимир Александрович. Там, значит, вот этим вопросом занимались, но они пришли к отрицательному выводу, что вот таких размеров образования, которые, так сказать, наблюдались в этих случаях, в виде плазменного, так сказать, объекта не может существовать при тех давлениях, которые в атмосфере существуют, при газовом составе. На сегодняшний день существует более 20 различных теорий, объясняющих подобный феномен. Их можно объединить в три основные группы. Первая – это естественные плазменные образования. Вторая – искусственная плазма, как результат научно-технических экспериментов. И третья группа – результат деятельности внеземных цивилизаций, внеземного разума, некоего высшего начала. ИНЛО летает бесшумно и с большими скоростями, находясь в мешке из плазмы, который просто как масло раздвигает воздух, и всё, нет никаких турбулентностей, срывов там, воздушных потоков. И светится не ИНЛО, как железный, так сказать, корпус, светится плазма. В чём плазма ионизирует, благодаря той или иной энергией, ионизирует те или иные составляющие воздуха. Аргон, ксенон, водород там и так далее. И разные цвета, значит, получается, зависимости от просто энергетики. 1956 год. Нью-Йорк. Выставка золота до Колумбовой Америки. Среди уникальных находок из древних индейских поселений золотые фигурки странных птиц, отлитых в начале первого тысячелетия нашей эры. Их показывают в экспозиции «Животный мир». Фигурки, как фигурки, если бы не одно «но». Биологи утверждают, дельтовидное крыло под туловищем и вертикальный киль в природе у пернатых не встречаются. И тут на таинственные находки обращают внимание авиаконструкторы. Это не может быть изображением птицы. В природе пернатых с таким строением скелета нет. У птиц крылья, как правило, расположены сверху туловища. У самолетов крылья могут располагаться под фюзеляжем. Для нас проводили расчеты профессора трех институтов. Они пришли к выводу, что это однозначно объект аэродинамики, который совершенно точно не происходит из животного мира. Животные устроены совсем по-другому. И все эти формы мы не встретим нигде в животном мире. Это чисто техническая функция и техническая форма. Специалисты по аэродинамике с первого взгляда понимают – статуэтки изображают вовсе не птиц. Загадочный экспонат отправляют в военную лабораторию. Древнюю статуэтку помещают в аэродинамическую трубу. Уже первое испытание показывает – золотая птичка по своим летным характеристикам превосходит все современные летательные аппараты. А лучше всего она, как ни странно, чувствует себя на сверхзвуковых скоростях. Исследование проводит авиаконструктор, офицер немецких ВВС Петер Белкинг. Форма однозначно дельтообразная, то есть специально разработанная для высоких скоростей. Такие же формы сегодня у истребителей сверхзвуковой авиации. Я уже 40 лет конструирую модели самолетов, и я понял, что это заблуждение насчет животных, и решил, что заставлю этот объект летать. И некоторое время спустя сделал это. Чтобы проверить свою версию, Белкинг решил построить действующую модель самолета, повторяющую форму золотой птицы инков из древнего индейского захоронения. Он сделал точную копию, увеличив ее размеры в 16 раз. У них, как и у настоящих самолетов, есть все классические элементы. Дельтообразный корпус, крылья, боковые крылья, то есть все элементы, необходимые для аэродинамического полета. Результат превзошел самые смелые ожидания. Аэродинамические показатели модели оказались даже лучше некоторых современных разработок. Даже с выключенным двигателем модель превосходно планирует. Тогда немецкий ученый устраивает новый эксперимент. Следующую модель он оснащает реактивным двигателем. Радиоуправляемая модель легко выполняет самые сложные фигуры высшего пилотажа. Она уверенно идет на посадку даже при сильном боковом ветре. Я проводил испытания в самых невероятных местах. И между деревьев, и с прочими препятствиями. Проблем никогда не возникало. Она легко управляется и развивает скорость от 40 до 120 километров в час. Летает на любой высоте, в пределах видимости, но не как обычная авиамодель, а как полноценный самолет, которым нужно постоянно управлять. Корректировать полет в зависимости от направления ветра и так далее. Но летает она абсолютно без проблем. В апреле 1998 года на полигоне, в присутствии ведущих ученых, авиаконструкторов и профессиональных летчиков, Петер Белдинг проводит первое испытание созданной им модели самолета далекого прошлого. Оказалось, что летательный аппарат, в котором были точно воспроизведены все детали доисторической находки, ни в чем не уступал современным достижениям авиации, а по некоторым показателям устойчивости, маневренности и скорости даже превосходил. И кто знает, может быть, именно такой самолет, но гораздо большего размера, тысячу лет назад проносился над головами замерзших от ужаса или почтения индейцев. Вот и тогда, тысячи лет назад, кто-то увидел в небе этот объект, запомнил и решил воспроизвести. Практически обожествил, потому что не мог никак объяснить. Но, видимо, объект этот имел огромное значение тогда, потому что его клали в могилы королей и князей. Многие исследователи уверены, именно такие самолеты изображали древние жители Земли на стенах в шумерских, затем в египетских храмах. Подобные летательные аппараты, если, конечно, они когда-то действительно существовали, могли связать воздушным мостом всю планету. Египет, Америку, Атлантиду. Так может быть, загадочные фигурки, найденные археологами, это и есть наследие древней исчезнувшей цивилизации, которая существовала на Земле до нас. Фигурки, которые при ближайшем рассмотрении оказалось, что напоминают гиперзвуковые летательные аппараты. То есть летательные аппараты, которые летают не только сверхзвуков, но они в десятки раз превосходят эту скорость звука. У нас таких пока летательных аппаратов раз-два и обчелся. Вот только недавно мы начали ими заниматься. Как выяснилось, недавняя попытка немецкого конструктора Петера Белтинга построить летательный аппарат, скопировав древнюю находку, оказалась не единственной. Оказывается, то же самое было сделано в секретных лабораториях Пентагона, причем гораздо раньше. В конце 50-х годов американские конструкторы приступают к разработке принципиально нового летательного аппарата. А через несколько лет в небо поднимается сверхзвуковой самолет «Черный дрозд». Его прототипом, как теперь выясняется, была загадочная птица инков. Впервые у самолета крылья имеют дельтовидную форму, и они прижаты к фюзеляжу. Благодаря такой конструкции самолет получает возможность развивать невиданную по тем временам скорость, втрое быстрее скорости звука. Черный дрозд летит быстрее даже, чем крылатая ракета. Однако тут возникло неожиданное осложнение. Сверхскорость нагревает корпус до такой температуры, что обшивка начинает плавиться. Тогда самолеты начинают делать из титана. Но это оказывается невероятно дорого, даже для Америки. В итоге было создано всего несколько машин, и на этом производство было прекращено. Полностью разгадать секрет древних авиастроителей американцам не удалось. Это был такой черный дрозд, разведывательный летательный аппарат, который летал на очень больших скоростях и был практически невидан в радиодиапазоне. От радара у него было покрытие черное, это, кстати, и ночью было не видно. И, значит, это покрытие очень слабо отражало лучи радара. А в это же самое время уже советские конструкторы получают задачу создать русский аналог черного дрозда. Столкнувшись с той же проблемой, что и американцы, наши ученые сохраняют все инопланетные преимущества древней конструкции, но делают машину менее скоростной. В результате, в 1969 году, летное испытание успешно завершил совершенно новый самолет из семейства истребителей, знаменитый МиГ-25. Посмотрите, как удивительно похож этот самолет на ту самую птичку из древнего захоронения инков. Разработку проекта истребителя МиГ-25 вело конструкторское бюро Артема Микояна. Сам он говорил о своем детище. Это самолет-ракета, которому крылья необходимы только при взлете и посадке. Можно было при известном желании сравнить те же самые золотые самолётики и тот же самый МиГ и сказать, смотрите, вот использовали, видите, опыт древних, а может быть даже инопланетян использовали для создания ультрасовременной конструкции. На самом деле не столько этот опыт, а столько требований аэродинамики, требований полета, требований, техническое задание требовало это. И в конце концов это сделали. Впрочем, на этом приключения золотой птички из древнего индейского захоронения не закончились, потому что именно её конструкция, как полагают исследователи, легла в основу космического челнока Шатл и нашего Бурана. Вот уж где кроме аэродинамических особенностей пригодилось умение инопланетной птицы развивать космические скорости. Один только вопрос остаётся по-прежнему неразгаданным. Кто несколько тысяч лет назад с такой гениальной скорпулёзностью рассчитал формулу этого загадочного летательного аппарата? И кто в этих аппаратах совершал полёты кружанов египетскими пирамидами, Вавилонской башней и древними чертогами властителей империи Инга? Американский штат Невада. В двухстах милях от Лас-Вегаса в пустыне находится крохотный городок под названием «Рэчел». Всего полсотня домиков и трейлеров, где живут 350 человек. Казалось бы, ничего примечательного, но здесь, на окраине Рэчела, начинается территория самой секретной военной базы США. Местные жители называют её «Зона 51» или «Дримленд» – «Земля мечты». Её нет ни на одной карте. Пентагон, ЦРУ и Госдепартамент США вообще долгое время отрицали само её существование. Ведь по неофициальной информации, именно здесь разрабатываются новейшие модели секретных летательных аппаратов, создаваемых на основе внеземных технологий. Автострада номер 84. С виду ничего необычного. На самом деле, по обочинам дороги замаскированы сотни датчиков скрытого наблюдения, которые улавливают малейшие колебания почвы, указывая местоположение любого объекта, который оказывается в зоне 51. Если чужой самовольно направляется к базе, уже через 20 секунд появляется вертолёт, и непрошенный гость оказывается под прицелом крупнокалиберного пулемёта. Человека задерживают, подвергают проверке и обыску. Зафотографирование – арест. В некоторых случаях охрана даже открывает огонь на поражение. К чему такие меры безопасности? Некоторые исследователи утверждают, в 50-е годы здесь проводились испытания ядерного оружия. Но потом зона 51, окружённая горами и пустыней, была превращена в секретный полигон для испытаний. Потом ядерные испытания, так сказать, надземные прекратились, всё перенесли на подземные полигоны. Осталось пустое место. Пустое место, очень удобное, так сказать, для испытаний, например, авиационно-космической техники. Место достаточно удалённое, чтобы там можно было производить всякие эксперименты, так сказать, подальше от посторонних глаз. Долгое время американские военные отрицали само существование базы. Но когда в прессе стали появляться фото и видеодоказательства, правительство объявило, в зоне 51 находится обычная база ВВС США. Однако, если она обычная и никаких испытаний там сейчас не проводится, почему туда постоянно привозят группу учёных-исследователей? Еженедельно 6 самолётов без опознавательных знаков привозят сюда смену. Около 600 сотрудников. Учёным категорически запрещено выходить за периметр и тем более сообщать о том, кто они и чем занимаются. Это физик Боб Лазар. Он единственный, кто более чем за полувековую историю существования базы открыто рассказал, что же происходит в зоне 51. По словам Лазара, его группа изучала сбитые, а также разбившиеся при авариях неопознанные летающие объекты. Моя работа в составе команды инженеров заключалась в том, чтобы создавать новые самолёты на основе внеземных технологий. Боб Лазар признался, что на территории зоны замаскированы десятки строений, в каждом из которых исследователи трудятся над разгадкой технологий НЛО. Слова физика отчасти подтверждают и вот эти фотографии, сделанные со спутника. На них видно, что в зоне 51 действительно находится более 200 строений, прекрасно видны дороги и радарные установки. Правда, некоторые эксперты говорят, что это ещё не доказывает, что в зоне 51 изучают НЛО. Скорее всего, база используется для создания и испытания новейших сверхсекретных летательных аппаратов. Ведутся, скорее всего, современнейшие разработки, которые ведутся во всех, так сказать, ведущих сторонах мира. Никто не хочет друг от друга отставать, а американцы, тем более, так сказать, у них хорошая позиция в этой области, и они не хотели бы их потерять. Эксперты утверждают, именно в зоне 51 были разработаны и испытаны все новейшие самолёты ВВС США, в том числе и американские самолёты-невидимки, сделанные по технологии стелс. Но то, что местные жители наблюдают последние несколько лет в небе над зоной 51, совсем не похоже на какие-либо известные самолёты. Именно поэтому чёрные ромбы, тарелки, которые взлетают и опускаются над базой, вызывают у местных жителей и любопытство, и ужас. И всё-таки военные эксперты утверждают, то, что наблюдают местные жители, это не НЛО, а новейший самолёт-разведчик «Аврора», один из самых секретных проектов, когда-либо разрабатывавшихся Пентагоном. «Аврора» — принципиально новый летательный аппарат, способный развивать гиперзвуковую скорость. Аналитики даже допускают, что в качестве топлива «Аврора» использует композитный жидкий метан и способен лететь со скоростью 8500 км в час, что позволяет за пять часов облететь земной шар по экватору. Ну, 8500 км в час — это значит, ни один истребитель не догонит. При этом, значит, он производит разведку, тут же моментально сбрасывает всю информацию на спутник, и, соответственно, после этого он высматривает оттуда улички. Надо сказать, что загадочная зона 51 — не единственное место, где военные учёные пытаются создать оружие на основе технологий, подсмотренных в результате многолетнего изучения феномена НЛО и других аномальных явлений. Одна из таких технологий — разогревание атмосферы до состояния плазмы, которая может стать самым мощным и беспощадным оружием за всю историю существования человечества. Вот так выглядит сверхзасекреченный объект американских военных. Это гигантская сеть из 360 антенн. Вместе они составляют мощный излучатель сверхвысоких частот. С помощью этих антенн в верхний слой атмосферы Земли можно направить электрические импульсы и разогреть отдельные участки до очень высокой температуры. По эффективности это можно сравнить с гигантской микроволновой печью, излучение которой можно сфокусировать в любой точке земного шара. Во всех официальных документах этот объект называют комплексом для изучения ионосферы Земли, но работают там только военные ученые. Строжайший уровень допуска и ежегодно на развитие этой системы из бюджета выделяются миллионы долларов. Комплекс дает возможность управлять погодой и другими жизненно важными функциями нашей планеты. Сегодня аналитики говорят уже не о вызванных дождях или засухах, а о направленных ураганах и цунами, последствия которых могут быть чудовищными. Можно так сделать, искусственно создать цунами при помощи вакуумных бомб, взрывов, где стыкуются эти подводные части морей и океанов, плиты, где шевелятся, которые дают в результате землетрясения и так далее, вызвать искусственные землетрясения, тем самым вызвать искусственные цунами, которые могут целые прибрежные районы той или другой страны смыть, в принципе, волной, водой. Во время Холодной войны одним из самых засекреченных планов американских военных была операция по уничтожению сельского хозяйства Советского Союза. План базировался на розе ветров вокруг СССР. Военные США рассчитывали прекратить движение циклонов в сторону европейской части нашей страны для того, чтобы вызвать засуху. Нашу страну спасли ее размер. Управлять погодными процессами над такой огромной территорией американцам тогда оказалось не под силу. Однако тайные операции по применению погодного оружия с этого момента становятся приоритетными. 1997 год. Пхеньян. Американцы выдвигают требования о свертывании ядерной программы Северной Кореи. Однако незадолго до решающих переговоров в стране начинается невиданная засуха. Гибнет почти весь урожай зерновых и картофеля. Более миллиона человек в результате умирают от голов. Аналитики едины в своих выводах. Засуха, которую не смогла предсказать ни одна метеослужба, была вызвана применением погодного оружия, технология которого тоже была создана на основе изучения феноменов НЛО. Пространство создается, так называемая, ионная линза. То есть ионная линза, когда разрушается атомную атмосферу, в данном случае это озон. И когда они разрушены, то озон прекращает выполнять функцию защитную. Технология проста. На околоземной орбите находится несколько тысяч спутников. Но если хотя бы на один из них установить специальный передатчик, он начнет излучать сигнал высокой частоты. Слой атмосферы в месте излучения резко уменьшится. Получится подобие увеличительного стекла. Через это стекло начнут проходить радиоактивные солнечные лучи, которые раньше отражались от атмосферы. Они раскалят воздух и землю. Этот эффект и называют ионной линзой. По мнению экологов, небывалая засуха в России летом 2010 года произошла именно из-за эффекта ионной линзы. Тогда защитный слой атмосферы над территорией России сократился практически вдвое. Сама природа на такое не способна. Сама мощность создается на земле. То есть станции, которые находятся в Аляске, вот на эти станции мощные антенны передающие, которые направляют излучение свои на телевизионные спутники. Согласно официальным данным, 22 и 24 июля 2010 года из строя вышло два американских метеоспутника. Сломались. Такое случается даже у американцев. Но совпадение это или нет, неизвестно. Однако после этого антициклон, который полтора месяца стоял над центральной частью России, начал двигаться и жара пошла на спад. По словам экспертов, эти метеорологические спутники были ничем иным, как климатическими пушками. И именно они стали главной причиной небывалой засухи в России. Своим излучением пушки удерживали антициклон на одном месте. Впрочем, как полагают военные ученые, циклоны и засухи, вызванные погодным оружием, это еще цветочки по сравнению с тем, на что способны новые технологии, основанные на принципах, подсмотренных вот так называемых инопланетям. Насколько обоснованы такие опасения, сказать трудно. Но то, что занимаясь проблемой НЛО, многие ученые сегодня вплотную подошли к черте, за которой тайная гонка вооружений может представлять угрозу для жизни планеты, неоспоримый факт. Ведь установка типа ХАРП – это далеко не последняя разработка американских военных. Об аналогичных отечественных системах неизвестно практически ничего. Наивно было бы полагать, что нам показали все документы и рассказали обо всех программах. Даже не нужно долго искать, почти любой камень в зоне молчания действует как мощнейший магнит. Этот камень оттуда обычный кремень, но и в нем содержится мельчайшая частица магнитной породы. Там метеоритный магнетит содержится во всем. Это планета с двумя солнцами, гуманоиды, каких-то даже не то что от обычных скафандров, какая-то техника совершенно продвинутая. Стирается игра между реальностью и как бы то тем, что никогда человек в реальности не видит. Без бинокля видел ее, например, все улицы Кейптауна. Что же происходит с человеком, когда он уходит в космическую глубину? Новосибирск. 9 октября 1995 года. В этот день в конференц-зале Международного института космической антропологии имени Козырева собрались видные ученые со всей страны. На конференции, посвященной проблемам изучения космоса, выступали известные космонавты, ученые-инженеры. Заключительный доклад читал Сергей Кричевский, старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов. Когда он завершил свой доклад, в зале воцарилась мертвая тишина. Ученые были потрясены. В докладе сообщалось о невероятном. Во время полета в космос экипажи космических кораблей видят фантастические картины прошлого, будущего и даже жизнь на других планетах. Космонавт-испытатель Сергей Кричевский. Он один из немногих, кто в открытую заявил то, о чем на протяжении многих лет растеряно молчали и ученые, и космонавты. Человек в космосе попадает совершенно в другой мир, законы которого пока не изучены. Вот лишь один рассказ космонавта, который попросил не называть его фамилию. Он был в своем уме, в твердой памяти, как обычно выполнял свою работу и одновременно с ним происходили необъяснимые вещи. Сергей Кричевский, собравший десятки таких признаний от людей, побывавших в космосе, считает, многолетнее молчание, которое окружает эту проблему, не только неразумно, но и опасно для будущего космонавтики. Ведь не за горами тот день, когда первый экипаж отправится к Марсу и на Луну. С чем столкнется человек, вырвавшись на просторы Вселенной? Даже если называть эти видения обычными галлюцинациями, то почему они настолько осознаны? Ведь порой космонавты видят то, что увидеть из космоса невозможно. Улицу родного города, а порой даже и свои детские мечты. Оказаться в средневековом каком-то времени, в средние века, какой-то замок, рыцари, какие-то турниры, драки. Вот эта вся среда со всеми этими, значит, звуками соответствующими, антуражем. Однако чаще всего, по словам космонавта-исследователя, находясь на орбите, люди в своем сознании путешествовали на неизведанные планеты и встречались с пришельцами. Такие видения, как утверждает Сергей Кричевский, были почти у каждого, кто побывал на орбите. Как будто сама Вселенная давала возможность увидеть людям то, о чем они даже и не догадывались. Незримая граница отделяла обычную реальность космического корабля от неведомого, а потому пугающего. Ты оказался в будущем, где-то примерно, планета с двумя солнцами, гуманоиды, каких-то даже, не то что вот обычных скафандров, какая-то техника совершенно продвинутая, ну там стоит инфраструктура, да, они там что-то разговаривают и с тобой, и между собой. Со времени первого полета человека в космос прошло уже 50 лет, но точного ответа на вопрос, почему странные видения, сны и галлюцинации посещают космонавтов на орбите и самое главное, чем они вызваны, до сих пор нет. В советское время подобные темы были под запретом. За рассказы о путешествиях, параллельные миры и встречах с инопланетными существами можно было оказаться списанным на Землю. Лишь однажды советский космонавт на всю страну решился открыто заявить о том, что столкнулся в космосе с чем-то необъяснимым. Правда, в этом никто ничего необычного не заметил. О, мы встретились на пути, поле наше и в нем березка. Только мне земли не найти этот русский пейзаж непростен. Это песня «Шум дождя» поэта Владимира Лазарева и композитора Евгения Дога. Они написали ее после знаменитого телеинтервью космонавта Виталия Севастьянова, в котором он рассказывал, что на орбите Земли ему часто слышался шум дождя. Правда, тогда, в 1970 году, его словам просто не придали значения. Слышался и слышался. Почему слышался, не заинтересовался никто. Ему приснился, реально приснился шум дождя. Что там на самом деле? Шум вентиляторов, который постоянно работает в мостах. С чем это ассоциации вызваны? Или действительно ассоциации? Я верю, что ему действительно шум дождя приснился. С точки зрения традиционной науки и шум дождя, который грезился советскому космонавту Виталию Севастьянову и другие фантастические видения, объяснить очень просто. На Земле на человека действуют силы притяжения, давление атмосферного воздуха и много чего еще. В невесомости же всего этого просто нет. И как только космонавт оказывается на орбите, его организм начинает испытывать дискомфорт, нарушается координация движений, меняется работа сердечно-сосудистой системы и мозга. Именно изменениями работы мозга и объясняются причудливые картины и фантастические видения в космосе. Есть значительные наработки, которые объясняют, почему такое может быть. Это изменения и глубины перспективы восприятия, когда, скажем, в иллюминаторы те же космонавты могут видеть находящиеся за пределами иллюминатора ту же нашу Землю в каких-то, может быть, искаженных масштабах, пропорциях и так далее. И всё же такое объяснение сегодня учёным кажется неполным и недостаточным. Хотя бы потому, что эти фантастические галлюцинации, назовём необъяснимые явления так, уж слишком необычны, если не сказать больше. Говорить о развитии галлюцинации здесь, конечно, не приходится. Не настолько это мощный такой дезорганизующий фактор, космический полёт, чтобы приводить к таким состояниям. Но всё-таки запас прочности у организма, у нервной системы, в частности, у нас достаточно большой. Ещё в Древней Греции была теория, что наша Вселенная – разумное существо. Её разум пронизывает все галактики, создавая универсальное информационное поле. В нём хранится вся информация о настоящем, прошлом, будущем, о страхах и мечтах людей. Такое поле древние греки называли «Меон» – в переводе «особое состояние вакуума». Ничто, в котором заключено всё. Может быть, совершая полёты в космос, человек просто оказывается внутри этого поля и видит особый вселенский банк данных. Информационное поле, допустим, некое вселенское, около Земли, есть же такие гипотезы. И вдруг космический корабль там летит по орбите и чиркает. Физически, может быть, идёт считывание информации таким мозгом, сознанием в соответствующем состоянии. Может быть, оттуда получается непосредственно контакт с этой информацией. Ну и так далее. О том, что Вселенная разумна, писал ещё польский философ Станислав Лем. Многие учёные называют Лема философом-провидцем. В своих работах он предсказал создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта и нано-робота. В 1961 году, когда человек впервые полетел в космос, Станислав Лем в своём известном романе «Солярис» высказал гипотезу, что мыслить могут не только люди, но и планеты, солнечные системы и вся Вселенная. История контакта человека с разумным океаном планеты Солярис вызвала в мире настоящий шоу. Брать Солярис в поле, да, ещё брать... В интерпретации Тарковского ещё всё интереснее. Но там ещё была проблема, конечно, мыслящий океан. Это в некотором смысле такое переотражение, или, опять же, вот там и вся информация может быть считана с нас. Фабула романа «Солярис» фантастична. Группа учёных отправляется в космос на поиски инопланетного разума. После долгих исследований им удаётся найти неизученную планету, почти полностью покрытую океаном. Разумным океаном. Чтобы установить с ним контакт, исследователи решают облучить его лазерной пушкой. Однако после этого разумный океан начинает мстить. Исследователи преследуют давние страхи, комплексы чувства вины. Я к таким серьёзным фантастам, как Лем, как братья Стругацкие, серьёзно отношусь. Они, по-видимому, получают озарение некоторое и могут предсказывать, могли предсказывать некоторые явления, которые наука потом подтверждает. Это редкие кадры. 16 ноября 1974 года. Обсерватория Аресиба отправляет послание созвездия Геркулеса. Именно там, по мнению учёных, обнаружена разумная цивилизация. В послании для братьев по разуму астрономы зашифровали главные сведения о нашей планете. Внешний вид человека, строение молекулы ДНК, формулы некоторых химических элементов. Сначала идёт вводная часть, вводится понятие двоичного числа. Потом сообщаются сведения о биологии. А вот это вот тоже в двоичном коде количество жителей на нашей планете. Смысленное изображение. Даже вот видите, человечек, вот Солнце, вот на третьей планете он живёт. Далее сообщается, что вот так выглядит наша планетная система. Так вот выглядит та антенна, с которой передавал. Сеанс радиосвязи с другой галактикой на станции Аресиба длился всего несколько секунд. Но до адресата он пока ещё не дошёл. В пункт назначения созвездия Геркулес он дойдёт очень нескоро. Первое такое интеллектуальное послание было отправлено в 1977 году на борту автоматического зонда Voyager 1. Вот эти редкие кадры. Послание для внеземной цивилизации находится в алюминиевой коробке, прикреплённой прямо к борту автоматического зонда. В этой коробке находится специальная медная пластина. Чтобы она не начала ржаветь от космической пыли, её покрыли золотом. На пластине общие сведения о человеческой цивилизации, приветствие на 55 языках нашей планеты, детский смех, звуки живой природы. А ещё на ней записана классическая музыка. В случае, что некоторые, так сказать, жулики или любители сенсации подделывали катком, укатывали растение катком. Но это всё равно, такая подделка сразу видна, она очень сильно отличается. Это паломные растения. И они чаще всего не укладываются так ровно, когда стебли лежат параллельно друг к другу. Лишь недавно, когда Министерство обороны Великобритании рассекретило часть своих архивов, стало известно. Незадачливых фермеров сотрудники спецслужб попросили признаться в том, что это они вытоптали круги и заплатили за ложное признание хорошие деньги. Но зачем? Как следует, из рассекреченных документов сделано это было для того, чтобы успокоить взволнованных граждан. На самом же деле, то, с чем столкнулись сотрудники отдела GI-55 при изучении загадочных узоров, не поддаётся никакому разумному объяснению. Мало того, что неизвестно, откуда и как появились эти узоры, так ещё в этом месте неожиданно был зафиксирован повышенный уровень радиации. Но это уже попахивало не шуточной угрозой, а значит и секретом поистине государственной важности. Эта область была проверена на радиацию. Я сам присутствовал при этом. Ко мне поступали все результаты этих измерений. Причём мы брали пробу в двух точках. На поверхности почвы и ещё внутри самих кругов, где трава. Специалисты были просто шокированы. Уровень радиации внутри этого круга в 10 раз превышает норму. Это неожиданное открытие требовало какого-то разумного объяснения. Но секретный консилиум учёных так и не смог дать на этот вопрос научно обоснованного ответа. Единственная версия, которая хоть как-то объясняла происшедшее, это либо посадка инопланетного корабля, тогда понятно, почему таинственные круги на полях так отчаянно фонили, либо кто-то из космоса радиоактивным пером чертил нам знаки, отвечал на отправленные нами послания. Кстати, когда исследователи изучили структуру повреждённых растений, то обнаружили, что все колосья просто согнуты, но не сломаны. Более того, даже после этого стебли продолжали расти. По мнению лётчика-испытателя Марины Попович, это может означать только одно – фигуры на полях создавались не человеком. Это рисунки, потрясающие рисунки. Оказывается, ни одна соломинка не помята. Колос сохраняется, колосья против часовой стрелки лежат друг на друге. Это чистая азбука, нас ищут, чтобы как с нами выйти на связь. Впрочем, версию о том, что круги на полях – дело рук инопланетной цивилизации, многие учёные, конечно, не верят. Они выдвигают собственную версию. Таинственные узоры образуются в результате воздушных завихрений неизвестного происхождения. Вихрь движется как-то обычно по прямой линии. И если он очень мощный, он оставляет за собой дорожку смятых растений, либо даже катастрофических разрушений. Но если это так, и причудливые узоры – действительно результат воздушных завихрений, то как объяснить, что потоки воздуха способны создавать такие сложные геометрические фигуры? Почему в одном месте вихрь образует круг, а в другом – ромб? И самое главное – кто вызывает эти воздушные вихри, которые ведут себя столь разумно? В подтверждение инопланетной версии появления кругов на полях исследователи приводят вот эти кадры. Этот узор появился в Перу ровно через 30 лет, после того, как в 1974 году отсюда, с гигантского радиолокатора «Аресиба», было отправлено вот это радиопослание. В зашифрованном послании среди большого количества информации была и схема строения человеческого ДНК. Когда ученые сравнили эту схему из радиопослания с узором, который появился на пшеничном поле в Южной Америке, они были шокированы. Изображения оказались абсолютно идентичны. На них изображаются две спирали, и очень похоже, что это именно ответ на то, что мы посылали. Из этого ответа следует только одно, что нас поняли. Точный ответ на вопрос, являются ли рисунки на полях посланием инопланетной цивилизации, можно дать только в том случае, если ученым удастся установить, откуда именно исходят эти загадочные сигналы. Но пока ни на одной планете в космосе жизнь так и не нашли. У кого-то из местных жителей она вызывает благоговейный трепет, а у кого-то неподдельный страх. С нею связано множество загадок и легенд. Кто и когда прозвал эту скалу башни дьявола, неизвестно. Но название это появилось неспроста. На самом деле местные индейцы называли в течение, я не знаю, много веков, может быть, тысячу лет назад, называли совершенно по-другому. Называли вершина истины, последний шаг в небеса. Вот такие были романтические названия. И у индейцев бытовало такое поверье, что самый мудрый шаман, чтобы получить истину, он должен попытаться взобраться на эту возвышенность. Первая загадка скалы. Как и когда она появилась на совершенно плоской равнине? Есть версия, что более 50 миллионов лет назад в этом месте плескались морские волны. Но однажды подводный вулкан проснулся и выбросил вверх столб расплавленной магмы. Эта магма застыла в виде базальтовой башни из пучка граненых пятиугольных столпов. После этого море отступило, и посреди абсолютно ровной местности осталась одинокая скала удивительно правильной формы. Со временем солнце, вода, ветер, сезонные суточные перепады температуры убрали лишние осадочные породы, отполировали до блеска граненые каменные бока, и скала еще больше стала походить на искусственное сооружение. Это теория геологов. Такого типа башен, которые учеными, геологами называются Инзельбергами, то есть островными горами или горами-островами, в мире еще несколько десятков. То есть это определенная геологическая формация, которая образовалась миллионы лет назад из таких вот сложных очень конкреций. И поэтому вид у нее очень загадочный и такой вызывающий какие-то далеко идущие мысли ученых о ее происхождении. Наиболее известные островные горы это столбчатый мыс на Кунашире и мостовая гигантов в Ирландии. Эти объекты обладают схожей архитектурой, структурой, однако все равно отличаются от скалы в штате Вайоминг. Внешние башни дьявола в США словно сложенные пучком каменные столбы с неестественной для природы геометрией в виде правильного пятиугольника. Однако обитатели здешних мест не принимают геологическую, то есть научную теорию происхождения башни дьявола. Стихия не способна создать сооружение абсолютно правильной формы. Поэтому, считают аборигены, скала рукотворна. Но кто мог воздвигнуть такую громадину высотой почти 400 метров? А это в два с половиной раза выше пирамиды Хеопса. Разумеется, существо, обладающее сверхъестественной силой. Но что это за существо? И вот тут и возникает ряд любопытных моментов. Индейцы никогда не селились в этой местности и в обычной жизни старались обходить ее стороной. Они назвали эту скалу башней плохого бога. Не страшились башни только шаманы, которые устраивали у подножия горы колдовские шабаши. Башня давала, открывала дорогу в небо, открывала истину. И индейцы, совершая обряд, обходили эту башню. Костры жгли, вопрошали. Шаманы совершали определенные обряды. Согласно легенде, на вершине скалы живет злой демон. Именно он и воздвиг для себя такое грозное и неприступное жилище. Демон люто ненавидит весь род людской и горит неистовым желанием стереть его с лица земли. Для этого он бьет в огромный барабан, извиваясь в диком танце и созывая в свое войско темные силы. Но едва огромная армия его приспешников собирается вокруг башни плохого бога, как на небе сгущаются тучи и начинается гроза. Это добрые небесные ангелы пресекают шабаш, поражая нечистых и их вождя огненными стрелами молнии. Демон вынужден прятаться от них внутри скалы, а его вояки позорно разбегаются. Впрочем, через некоторое время демон забывает полученный урок и снова начинает свои козни. Для индейцев вопрос, существует ли душа или духи внутри башни дьявола, это даже не вопрос. Безусловно, существует. Им требуется поклонение, им требуется уважение, их нельзя никоим образом, по мнению индейцев, тревожить, ну и так далее и тому подобное. То есть башня дьявола – это не просто место, обиталище некого существа, некого дьявола, как по версии европейцев. Это и есть само существо. Другая индейская легенда иначе объясняет возникновение башни. В этой местности обитал злой дух в облике огромного медведя-людоеда. Однажды зверь напал на несколько красивых девушек. Спасаясь от кровожадного монстра, они взобрались на небольшой валу. Медведь бросился за ними, раздирая камень острыми длинными когтями. Тогда красавицы обратились к валуну с мольбой о помощи. И он услышал их мольбу и стал быстро расти, превращаясь в высокую скалу и унося девушек вверх, к небесам. Но одна юная красавица замешкалась и почти оказалась в звериных лапах людоеда. Он продолжал преследовать ее и продолговатые следы, которые остались на этой башне, они как раз пробиты огромными когтями этого медведя, который карабкался на отвесные скалы за этой девочкой, которую пытался достать. Казалось, спасение не. Но произошло чудо, и девушку, которая замешкалась и остальных ее подруг, некие силы превратили в птиц, и все они взлетели в небо. Теперь юные красавицы сияют там со звездем Плеяды. А злого и кровожадного медведя порыв ветра сбросил с вершины скалы, и зверь разбился на смерть. Но следы от его когтей в виде геометрически правильных складок, напоминающих гофре на женском платье, навсегда запечатлены на башне. Всегда, любой объект географический, природный объект, необычный, он привлекает людей и порождает много легенд. Легенды всевозможные, сказания, предания и так далее. И безусловно, в древности индейцы, конечно, наделяли этот столб гигантский, эту возвышенность, ну, придавали какие-то волшебные свойства. Исследователи утверждают, что легенды на пустом месте не рождаются. И эта скала действительно обладает колдовской силой. Здесь патогенная зона. Это означает, что вокруг башни дьявола сильно искажаются процессы жизнедеятельности, и окружающая атмосфера порождает странное явление. К примеру, многие видели на ее вершине какое-то загадочное свечение, что дало повод говорить. Скала является посадочной площадкой для НЛО. Это мнение уфологов невольно подкрепил режиссер Стивен Спилберг своим фильмом «Близкие контакты третьей степени». В его картине сцена, где огромный корабль инопланетян приземляется на плоской вершине горы, снималась как раз на башне дьявола. Случайно или намеренно выбрал режиссер такую натуру для съемок. Там происходят какие-то геологические катаклизмы мелкого формата, что называется. Какие-то небольшие извержения, небольшие какие-то сполохи. Все это говорит о том, что место неспокойное. Естественно, что это могло вызвать и такие крайние самообъяснения события, как прилеты, отлеты каких-то объектов. То есть на самом деле это могут быть и шуровые молнии, очень похожие на такие плазменные какие-то образования, похожие на НЛО, природа которых до сих пор не разгадана. И еще одна неразгаданная загадка башни дьявола. Скала категорически не подпускает к себе белого человека. Впервые колонисты из Европы оказались в этих местах в начале 19-го столетия. И поначалу, следуя советам индейцев, сами обходили стороной таинственный объект. Но неиссякаемая сила любопытства тянула пришельцев к скале, толкая их на покорение вершины. Но не тут-то было. Какая-то неведомая преграда каждый раз возникала перед смельчаками, которые пытались взобраться на башню дьявола. Башня считается неприступной, ну, скажу, относительно неприступной, потому что за всю ее историю на башне побывало 4 человека. Из них половина – это люди, которые оказались там, ну, не совсем по своей воле, для спасения других. Оказалось, что, несмотря на многочисленные попытки, даже самые именитые альпинисты, за исключением одного-единственного альпиниста, все остальные терпели фиаско и, к сожалению, признавали, что величие и неприступность Девилс Тауэр выше их возможности. Первое восхождение на башню дьявола было совершено еще в 19 веке. 4 июля 1893 года двое фермеров, обосновавшихся в Вайоминге Уильям Роджерс и Уиллар Трипли, без всякого альпинистского снаряжения, просто загнав кулышки в трещины скалы и, закрепив на них деревянные лестницы, взобрались на самый верх демонической скалы. Некоторые из этих деревянных кулышков остаются нетронутыми до сих пор. Затем, в 1938 году, вершины достиг скалолаз Джек Деранс. Однако никаких документальных доказательств этого восхождения он не оставил. Поэтому так называемый подвиг Деранса многие подвергли сомнению. Но спустя некоторое время альпинисту вновь пришлось подниматься на башню дьявола. Только уже против своей воли. Но об этом чуть позже. Четвертым смельчаком, который решил попасть на вершину и всех удивить, стал известный американский трюкач и парашютист Джордж Хопкинс. Он поддался на уговоры у строителей большого авиационного праздника в расположенном неподалеку городке Рапидсити. Уговоры были подкреплены Чеком на солидную сумму. Не устояв перед соблазном наживы, Хопкинс согласился прыгнуть на башню дьявола с парашютом. Этот сумасшедший прыжок привлек множество зрителей. С самого начала все пошло не так, как было задумано. Хопкинс вроде бы благополучно приземлился в самом центре площадки. Но тут порыв ветра подхватил парашютиста и потащил его к краю обрыва. С большим трудом Джорджу удалось освободиться от строп в самый последний момент, когда гибель уже казалась неизбежной. Но теперь перед отважным покорителем вершины встала другая проблема. Как спуститься вниз? Сначала Джорджа Хопкинса попытались снять с вершины вертолетом. Высота небольшая, да и площадка наверху просторная и плоская. Но из-за сильного ветра ни одна попытка подхватить пленника со скалы у вертолетчиков не удалась. Мне казалось, что ситуация более чем простая. Подымали на вертолетах людей и даже стонущих судов. Но с башни дьявола это оказалось невозможно. Потому что ни вертолеты не могли спуститься, ни альпинисты не могли подняться, чтобы снять оттуда незадачливого парашютиста, которому угораздило приземлиться на эту точку. Потом спасатели попытались сбрасывать с воздуха тюки с альпинистской амуницией, чтобы Хопкинс сам попытался спуститься вниз при помощи профессионального оборудования. Но амуниция или пролетала мимо, падая в пропасть, или билась о скалу, после чего веревки приходили в негодность. Да и не за что их было зацепить. Когда была осознана вся серьезность безвыходной ситуации с парашютистом на башне дьявола, власти решили создать специальный комитет для спасения Хопкинса. После нескольких часов беспрерывного заседания в Рапид-Сити спасатели решили хоть как-то облегчить судьбу пленника. Но погода в этот день была нелетной, и поднять авиацию не представлялось возможным. Но как только небо немного прояснилось, над вершиной скалы закружилось несколько вертолетов, которые к ужасу Хопкинса подвергли его площадку и всю окружающую местность настоящей бомбардировки. С неба сыпались спальные мешки, консервы и множество тому подобных предметов первой необходимости, от которых пленник башни дьявола едва успевал увертываться. все время, пока Джорджа Хопкинса снабжались воздуха, водой и пищей, на скалу один за другим пытались подняться профессиональные и именитые альпинисты. Но безуспешно. В то же самое время, не без иронии скажу, тот парашютист, который был вынужден в качестве Робинзона целую неделю провести на башне, рассказывал, что к его удивлению крысы в изобилии водятся на этом месте и, судя по всему, крысы имеют возможность спускаться и подниматься по неизвестным каким-то своим крысиным ходам на поверхность и, соответственно, для крыс это место абсолютно доступное. Когда последний профессиональный альпинист заявил, что одолеть башню дьявола невозможно, спасательному комитету пришла в голову мысль найти того самого Джека Деранса, заявлявшего ранее, что он покорил эту вершину. Скалолазы с большим трудом разыскали на восточном побережье США, доставили на место происшествия и почти силой заставили повторить восхождение. Деран сумел забраться на скалу и вызволить пленника. Самое удивительное, что в древних индейских преданиях есть упоминание о том, что давным-давно шаманы, презирая злого духа, живущего в скале, взбирались на вершину, чтобы познать высшую истину и победить страх перед неведомым. Что же тогда произошло, если современные альпинисты оказались неспособными одолеть гору высотой менее полукилометра? Я, конечно, не могу исключать, что в более ранние времена, может быть, сотни, может быть, тысячи лет башня была более доступной, а сейчас в силу обрушения доступных троп она превратилась в неприступную крепость. В последнее время о башне дьявола исследователи заговорили вновь. Согласно версиям эзотериков, с этой скалой в Вайоминге связано некое географическое число 6666. Поистине дьявольское значение. Что бы это могло значить? Люди издавна верят в магические свойства чисел. К примеру, считается, что цифра 6 связана с Антихристом и приносит несчастье. Причем шестерке опасается не только простой народ, подверженный разным суевериям, но и люди вполне образованные, опирающиеся на познание мира с точки зрения материализма и требующие доказательств тем или иным явлением, которые происходят вокруг. Некоторые из таких материалистов без зазрения совести считают, что число 6 символ частицы дьявола в душе человека, платой за которую являются страдания при попытках избавиться от проклятия. Если от нее не избавиться, то появится психическая или физическая болезнь. удвоенная шестерка 66 символическое олицетворение массового группового дьявольского вмешательства в души людей и даже целой нации. 666 это единица измерения общечеловеческого дьявольского начала, ведущего к непредсказуемым последствиям, глобальным катастрофам, эпидемиям. А вот 4 шестерки могут угрожать не только людям, но и жизни на планете в целом. Есть мнение, что вся планета состоит из так называемых энергетических треугольников. Вряд ли можно считать простой случайностью, что расстояние между узловыми и самыми таинственными точками на планете вершинами этих треугольников составляет 6666 километров. А именно, между Северным полюсом и Священной горой Кайлас на Тибете, между островом Пасхи и Бермудским треугольником, между пирамидами Египта и многими другими таинственными и загадочными объектами на планете. Что интересно, от Стоунхенджа до Башни Дьявола Те же 6666 километров. Сделав соответствующие вычисления, некоторые исследователи пришли к выводу, что Земля стоит на пороге крупнейшей в своей истории катастрофы. Произойдет сдвиг полюсов. Северный полюс дважды переместится ровно на 60 градусов, на третью часть полуокружности Земли, после чего окажется в штате Вайомин. И в самом центре Северного полюса будет находиться Башня Дьявола. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...